Приветствую всех подписчиков и гостей моего спортивного канала. Вчера состоялись два заключительных матча 1-8 финала на чемпионате Европы по футболу, которые хоть и не подарили массу голов и камбэков, как в двух предыдущих матчах, но также были по-своему интересны и достаточно непредсказуемы. По вашим комментариям и настроениям в прессе замечаю, что многим не нравится как играет на нынешнем Евросборная Англии. Признаюсь, я также не поклонник англичан, но если они до сегодняшнего момента остаются единственной командой, которая не пропустила за 4 матча ни одного гола, значит эта тактика игры оправдана, а если к тому же есть результат в виде выхода в четвертьфинал Евро после вчерашней победы над сборной Германии, то предъявить англичанам собственно нечего. Ибо победителей не судят. Немцы уже не те и это следует признать. Яхим Лев за последние 5-6 лет так и не смог добиться с ней высоких результатов на крупных футбольных турнирах и теперь Ханс Диттер Флик попробует построить боеспособный немецкий коллектив в преддверии чемпионата мира в Катаре. Стоит отметить, что победа англичан над немцами на крупных футбольных соревнованиях стала для них первой с далекого 1966 года. Два мяча в составе сборной Англии забили вчера ее лидеры, Рахим Стерлинг и Харри Кейн. Причем это произошло в последние 15 минут матча. Те немногие моменты, которые были у немцев, они не использовали и должны винить в этом только себя. Соперником англичан стали украинцы, которые в дополнительное время победили в другом матче шведов со счетом 2-1. Героем матча стал игрок английского Манчестер Сити Александр Зинченко, поразивший ворота на 27-й минуте и ассистировавший Артему Довбику на последней минуте добавленного времени. У шведов единственный гол на счету Эмиля Форсберга. В этом матче было много борьбы порой и жесткой, было и удаление, удары в штанге и перекладину. Но матч смотрелся и количество опасных моментов было примерно поровну у обеих команд. Таким образом, впервые в своей истории сборная Украины выходит в одну четвертую чемпионата Европы, ровно 15 лет назад украинцы добирались до этой стадии на чемпионате мира, но уступили будущим чемпионам сборной Италии. Эту победу можно назвать несомненным успехом для главного тренера сборной Андрея Шевченко и его подопечных. Пожелаем украинцам достойно выступить в четвертьфинале с англичанами, который пройдет 3 июля в Риме. Но обо всех парах четвертьфиналистов я расскажу в своем очередном видео. А на этом я с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.